Собака друг человека и вряд ли найдутся многие, которые смогут опровергнуть эту истину. Но собаки могут быть еще и надежными напарниками в работе. Собак активно привлекают для службы в вооруженных силах охраны границы, используют в своей работе силовые ведомства. 21 июня профессиональный праздник отметят кинологические подразделения Росгвардии. В его преддверии наша съемочная группа посетила кинологическую группу Росгвардии по Карачаево-Черкесии. О бойцах особого назначения и их четвероногих напарниках. Мадина Каракетова. Это при милые создании с не менее милой кличкой Мася спец по поиску и обнаружению взрывчатых веществ. И чтобы не терять навыка, Мася каждый день усердно тренируется. Она безошибочно угадывает взрывчатку, в каком бы месте та не находилась. В этом деле Мася настоящий ас. Раскладываем консы. В один из них помещаем имитатор взрывчатого вещества. Задача собаки найти, обнаружить. Но Мася оказывает честь своему более молодому сородичу немецкой гладкошерстной легавой Курту, предоставив ему возможность блеснуть своими навыками перед телезрителями. Мася немецкая овчарка, как большинство служебных собак, а их в кинологической группе Росгвардии по Карачаево-Черкесии шесть. Кинолог Джамал рассказывает, что эта порода универсальная. Немецких овчарок можно одинаково успешно использовать и в минно-розыскной работе, и при задержании преступника. А в качестве главных характеристик своего четвероногого напарника Мася, Джамал называет силу, храбрость, преданность и доброжелательность. Она не кусается вообще, то есть работать, допустим, где массовое скопление людей, то есть с ней удобнее и легче, так как она, ну то есть на других людей не агрессирует. Кинологическую группу Росгвардии по Карачаево-Черкесии Джамал пришел два года назад. Признается, что это его призвание, любовь и интерес к собакам с детства. Собаки тонко чувствуют отношение к себе, говорит начальник кинологической службы Росгвардии по Карачаево-Черкесии Артем Будников, который дрессировкой собак занимается с 14 лет. Увлечение привело Артема в Досавский кружок собаководства, далее кинологическое отделение Пермского военного института, потом полицейский кинолог. И вот уже три года Артем возглавляет кинологическую группу Росгвардии Карачаево-Черкесии. В профессии он уже 15 лет. Проработав с разными породами собак и изучив их особенности, Артем остановил свой выбор на немецких гладкошерстных легавых, как легко обучаемых, с устойчивой психикой и очень умных. Их здесь две. Напарника Артема – годовалый курт. Собака хоть и молодая, но уже считается одной из лучших в службе. Кроме того, добрейший душепес. И по признанию Артема, с ним можно смело проводить минно-розыскные мероприятия, не опасаясь, что кто-то им может быть коварно укушен. Собаки данной породы, в принципе, как и все охотничьи собаки, приучены работать на большом, на достаточном расстоянии от человека и без команд большей частью работает, что и нужно для минно-розыскной собаки. Отправил на поиск и уже собака сама ориентируется, сама корректирует свои действия. В работе с собаками нужны специалисты достаточно высокого уровня, считает Артем Бутников. Их питомцы действуют в составе боевых групп ОМОН в случае применения инженерных подразделений при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия, а также для обследования мест массового скопления граждан, обследования маршрутов при выдвижении войск и даже при прибытии первых лиц государства в наш регион. У каждой собаки мы вырабатываем какое-то определенное сигнальное поведение при обнаружении искомого запаха. Это может быть обозначение посадкой, укладкой. Главное, чтобы кинолог понял, что собака ему сигнализирует. У каждого кинолога свой напарник, поскольку каждая собака доверяет и слушается только своего хозяина. Собаки, как и люди, имеют каждый свой индивидуальный характер. И очень важно подобрать к сердцу четвероногого ключ. И дело не только в полоных мисках. К каждой собаке надо подбирать свой подход. Какая-то собака позволяет с ней более жестко обращаться. И, например, крупные кобели немецких овчарок, если будешь давать много слабины, он будет считать, что он более главный в вашей паре человек-собака. В день служебную собаку дрессируют по 3-4 часа. Кормят кормами премиум-класса в строгом соответствии со стандартами. Срок службы для собак крупных пород, например, немецких овчарок, от 8 до 10 лет. В некоторых случаях и до 12 лет. Ну и вопрос, который очень нас мучил. Неужели потом пенсионеров усыпляют? Собаки на пенсию у нас практикуются, что кинолог, который занимался данной собакой, забирает вопросы домой, как собака передается в добрые руки. Четвероногий напарник становится полноправным членом семьи и всеобщим любимцем. По словам Артема, это самый лучший пример дружбы человека и собаки. Мадина Каракетова, Мухаммед Ошибоков, Станислав Полянский, Вести Карачаева, Черкесия.